Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Детектив Игорь Луким приехал на платную стоянку поставить машину. Там он заметил человека, которому явно было нехорошо. С вами все в порядке, а? Может, помощь нужна? Помощь? Ну, если только вы Господь Бог. Меня спасет только чудо. Ну, на самом деле, может, не все так плохо? Не тот случай. Вот только не говорите, что у вас там труп. Пока нет. Но, похоже, очень скоро будет. Мой труп. Я водила из Москвы. А еще я самый настоящий идиот. Давайте-ка с этого места поподробнее. Я в Москве живу. Собирался ехать сюда к вам с грузом, ну, а перед рейсом меня нашел один мужик, бизнесмен, Олег Прохоров. Попросил отвезти сюда кейс с документами по конкретному адресу. Ключи от квартиры дал. Ну, я так понимаю, съемные. А вам разве не запрещено брать посылки от посторонних? Да запрещено, конечно, но он такие бабки предложил, что грех было отказываться. Я вдовец живу с дочерью и мамой. Ну, а Прохоров мужик вроде нормальный. А вы с ним хорошо знакомы? Да нет, Шапшина. Я тут год назад просто перевозил вещи его женщины к нему на квартиру. Ну, он сказал, что документы очень важные. И должен я их доставить сюда к часу дня. То есть к 13 часам сегодня? Ну, да. Приехал я вчера вечером, остановился в мотеле. На фуре к дому не подъедешь, да и поздно уже было. Кейс, ну, дипломат этот взял с собой в номер. Наутром его не обнаружил. Ну, а Прохорову-то вы звонили? Да вы что? Я покойник. Он мне за это полляма отвалил. А я не справился. Кейса нет. Короче, я попал. Слушайте, может, сказать, что я в аварию попал? Слушаю тебя, Степан. Доставил? Олег Иванович, здравствуйте. Тут такое дело. Я поломался, на трассе стою. И со мной не шути, Степа. Чини машину быстрее. Постарайся, Степа. У тебя, Степа, времени до восьми вечера. Твоя дочка в пятьдесят седьмую школу ходит, а мама библиотекарша, кажется. Так что время пошло. Ну? Слышали? Слышал. Алло, Коля? Давай срочно ко мне. Я в мотеле на Владимирской. Нет, ну, ну, хоть какие-то подозрения у вас есть? Есть. Женщину вчера на трассе подобрал. Так, женщину на трассе. Она хорошая, не из этих. Была на даче у подруги, поссорилась, решила уехать домой. Хотела заплатить, но я денег не взял. Тогда она предложила угостить меня ужином. Ну вот, остановились в мотеле. Пошли там в ресторан, посидели, выпили немного. Ну, в итоге она осталась у меня в номере. А на утро Нинги Никейса. Ну да. Послушайте, я вдовец. У меня бабы сто лет не было. Ну, а Инга интересная, яркая такая. Проститутка, которая вас и обокрала. Да не проститутка она. И одета прилично. К сожалению, одно другому не мешает. Пойдемте. Да, я вас понимаю. История, конечно, ужасная. Но вы знаете, у нас никогда ничего подобного не было. Мне нужны записи с камер видеонаблюдения, сделанные накануне. С девятнадцати часов. Да. Да, сейчас. Только вы знаете, у нас одна вот камера. И она снимает только часть холла и саму стойку. И все. Ничего. Скажите, а кража произошла во время вашего дежурства? Да. Ну, я вам говорю, это впервые такой случай. Ага. Вот. Вот. Сейчас вот будет запись как раз вашего заселения. Здрасте. Здрасте. А где у вас здесь можно поужинать? А ресторан у нас справа от лестницы. Скажите, а женщина эта регистрировалась? Ну, какие-то ее данные остались? Нет. Погодите. Она же называла свой адрес, по которому ее нужно было подвезти. Сейчас. Северная. Северный проспект. Есть такой? Извините, а вам номер с одной широкой кровати или с двумя? Давайте широкую. Люблю простор. А вы ничего странного за этой женщиной не заметили? Нет. Я видела, когда она уходила, и в руках у нее ничего не было. Ну-ка, промотай. Посмотрим, как она выходила. Знаете ли, иногда с пустыми руками целые склады выносят. Доброй ночи. А вы уже уходите? Ну что, почти все гости и работники мотеля на месте. И никто не прячется. А может, вор-профи? А профи не бегают, они пьют чаю всех на виду. Давай-ка мы еще раз посмотрим на того пьяного мужчину с блондиночкой, которые заселились после Степана и Инги. Да нет же, сюда надо фамилию писать. Да, вот так. Да он ручку-то еле держит ему. Дело до бараньи, как уж надо кейс. И как-то не похож он на дальнобойщика, а? Пошли, красавица. Закажем что-нибудь в баре. Эта женщина пробыла в мотеле 15 минут, а вышла в обтягивающей куртке и с легкой дамской сумкой. Все. Ну, это кто там на заднем плане? А тебе не хватит? Ну, горничный, мусор выносит. У горничных есть ключи от тех номеров мотеля. А что, если она заприметила Степана с Ингой в баре, обратила внимание на кейс, дождалась, пока Инга уйдет из мотеля, ну и пока Степан спал, воспользовалась своим ключом и украла кейс. Я, кажется, нашла ее. Я нашла Ингу. Ну, что там есть на нее? Вот, это ее страничка в соцсети. Здесь адрес и электронная почта. Это вроде она, ее же фотки. Ну да, она, точно. Так что, ребятки, ноги в руки, дуйте к ее дому и установите наблюдение. Я тогда зайду в квартиру и представлюсь кабельчиком. Тогда уж лучше сразу свидетелем и Егова. Ну, придумай сама тогда. О, смотри, вон она идет. Смотри, как цокает. Шикарная тетка. Не удивительно, что Степан голову-то потерял. Главное, ты не потеряй. Смотри, она сейчас уйдет. Спокойно. Ты подыграй вам на мне. Подожди. Ты все еще кабельщик? Нет, я плохой полицейский, а ты хороший. Поняла? Все, не подведи. Детектив Игорь Лукин встретил на стоянке дальнобойщика Степана, который за большие деньги пообещал знакомому бизнесмену доставить по адресу кейс с важными документами. По дороге Степан подсадил красивую женщину по имени Инга и провел с ней несколько часов в мотеле, где остановился на ночь. Утром Степан обнаружил, что кейс пропал вместе с Ингой. Я не вовремя. Слушайте, пять часов прошло. Есть какие-то новости? Ну, нашли Ингу. Мои помощники сейчас с ней занимаются. Класс. Да, я сейчас в мотель. Надо кое-что выяснить. Могу подвезти. Дело в том, что я выписался уже. У меня номер до 12 был оплачен. Я в фуре ночую. Обычное дело. Зачем же в фуре? Вот оставайтесь здесь. Переночуете здесь. Лучше, чем в фуре. Оставайтесь. Нет. Слушайте, давайте лучше с вами. А то один я совсем с ума сойду. Пойдемте. Алло, Лен. Я просто боюсь, что все раскроется. Ну, ты моя лучшая подруга. Посоветуй. Хорошо. Увидимся. Тогда поговорим. Ага, пока. Не рыпайся. Тебе что, деньги нужны? Нужны мне твои деньги. Мне кейс нужен. Какой кейс? Вчера брат ему тебя подвозил. А то у него кейс свистнул. Было дело? Степа, твой брат. Что, легкую добычу нашел, урод? Пойдем быстрее. Ну что, что-нибудь выяснилось? Анастасия, скажите, а кто вчера вечером дежурил из горничных? Лиза, ну, вы знаете, она сегодня не вышла на работу, и мы даже до нее дозвониться не смогли. Мне нужны координаты. Конечно, конечно. Сейчас. Я частный детектив. В моей работе бывает нужно и подраться. Детектив? Вот же представить не могла, что это реальная профессия. Ну и чем же занимается девушка-детектив? Разыскиваем разных людей, расследуем кражи. Слушай, а может быть, ты мне поможешь найти одного человека? Очень нужно. Ну, можно это обсудить. Хочешь, поехали к нам в офис? Здесь недалеко. Ну, поехали. Николай приехал по адресу, где проживала горничная из мотеля. Елизавета Олеговна, откройте, я вас слышу. Мне нужно задать вам пару вопросов. Ты ловк. Где кейс? Ты хоть понимаешь, что из-за этого кейса мою дочь убьют? Да какой кейс? Я не брала у тебя никакого кейса. Как не брала? Тогда почему ты сбежала ночью, как воришка? Я не могла остаться на ночь. Степа, я замужем. Мы с мужем ехали от друзей, поссорились. Я выскочила из машины, а он бросил меня и уехал. Мне не привыкать, он меня и не в таких местах оставлял. Так вот почему. Ты просто из мести к мужу прыгнула ко мне в койку. Из мести? Ты что, считаешь, что у меня нет знакомых мужчин для того, чтобы мужу мстить? Я была искренне с тобой. Теперь постоянно думаю о тебе. Инга, а вы видели кейс в руках у Степана? Ну да, видела. Так вот этот кейс украли. Степа, ты можешь думать обо мне все, что хочешь, но я не воровка. Что там было в кейсе? Деньги? Давайте я дам, сколько надо, пусть он подавится. Даже так? Да, я из состоятельной семьи. Меня и замуж родители выдали за богатенького. Да я с ним живу только из-за нашего пятилетнего сына, иначе давно сбежала бы. Давай, иду к Николаю. Во что бы то ни стало, пободите в квартиру горничной, нужно с ней поговорить. Да, кстати, в горничная заходила, когда ты был в душе. Так и что? Принесла полотенце и ушла. И все? Ты, Степа, позвони мне. Если для тебя это была не просто интрижка. Аня и Николай решили еще раз попытаться проникнуть в квартиру горничной. Да нет, что ты, я даже не почувствовал. Лиза, Лиза, стойте! Лиза! Да подожди ты! Нас просили ее допросить, а не отправить на тот свет. Не пугай, она сейчас еще все шею свернет. Пойдем. Лиза, 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 стойте, стойте, стойте. Не трогайте меня! Это он вас подослал. Он, да? Лиза, Лиза Олеговна, успокойтесь. Вы нас, наверное, не за тех приняли. Мы помощники частного детектива. Скажите, вы не помните постояльца из 13-го номера? Мужчину с кейсом. Мужчину с кейсом? Я ничего про того мужчину не знаю. Да меня на работе сегодня не было. А почему это у вас на работе-то не было? Ну, мне подруга позвонила из Прокопьевска. Я сама там, а оттуда сказала, что мой муж бывший из тюрьмы досрочно вышел. Меня ищет. Я же сама его туда засадила. Наркоман он был. Все из дома тащил. Меня избивал. И так вся переломанная. Вы теперь работу бросите? А что мне делать? И вот дружки вот по таким отеле перекантовываются. Это он меня, Ир, заикой сделал. Всю жизнь не сломал. Вот найдет меня, убьет. Да никому дела до этого не будет. Дмитрий Дорягин, скажите, пожалуйста, вы вчера убирали номер 13? Я убирала утром, пока ваш постоялец еще не въехал. Моя смена до восьми, а там я мусор убрала и домой ушла. А почему у вас на камере не видно было, как вы уходили? Так у персонала свой вход-выход есть. Там камер нет. Ну ладно, спасибо вам большое. Коль, дай нашу визитку. Это на случай, если ваш муж объявится. Попробуем вам помочь. Спасибо вам. До свидания. Детективы ищут кейс, украденный в мотеле у дальнобойщика Степана, который взялся за большие деньги доставить его из Москвы. Под подозрение детективов попала горничная мотеля Лиза, которая имела возможность проникнуть в номер Степана, пока он спал. Но Лиза оказалась ни при чем. А время передачи кейса было все ближе. Так вот, горничная Лиза не заходила в тринадцатый номер вечером. Хоть что-то. Это он. Тот самый, который мне кейс передал. Сегодня в суде был арестован бизнесмен Олег Прохоров, ранее находившийся под подпиской о невыезде. Полиция накрыла очередную финансовую пирамиду. Пока Прохоров находился под подпиской о невыезде, ему нужно было вывезти из Москвы, что вот очень важное. Вот ему и потребовался курьер. Смотрите, в сети целая куча фоток Прохорова. А вот это уже становится интересным. Посмотрите на эту женщину. Ее зовут Светлана Петрова. Она вам никого не напоминает? А это та самая баба, которой я перевозил вещи. Ну, жена Прохорова или кто она ему там? Она похожа на женщину в записи, которая с пьяным мужиком была. Только у той волосы потемнее были. А слушай, включи видео с мотеля. Ну, вроде похоже. Ну, сходство есть. Так, слушай, Аня, увеличь анкету. Так, адрес этого пьяного мужика. Портовая, 7, квартира 99. Ну что, едем? Я сам. Ну, и что же от меня нужно частному детективу? Мне известно, что прошлую ночь вы провели в мотеле с женщиной. А мотель на Владимирской. Ну, и что? Это преступление любить женщин. Ну, это смотря какую женщину. Слушайте, ну, с кем не бывает. Ну, я напился, ну, снял бабу. Не помню, как зашли в номер и что было дальше. Проспал до утра, утром проснулся, доплатил за лишние часы. Вот и все. Что еще? Какие ко мне претензии? Вот эта баба, как вы говорите, на самом деле светская дама из Москвы. Я думаю, что вряд ли вы где-то смогли ее снять. Любовник ее арестован. Сама она подозревается в краже. А это уже криминал. Я думаю, самое время рассказать всю правду. Кража? Я всего лишь артист, я аниматор. Я размечаю свое резюме в интернете. И Светлана меня нашла, и заплатила, и хорошо заплатила, чтобы я сыграл ее любовника. Зачем? И перед кем? Ну, я не знаю, я не спрашивал. Мне дали роль, я ее сыграл. Я размечаю свои объявления на сайте. Она меня нашла, мы списались. Потом она мне позвонила и сказала, чтобы я подъехал к мотелю. Мы заселились в номер, но она почти сразу ушла. Вот и все. Ей нужно было попасть в мотель без регистрации. А пьяный любовник – это лучшее прикрытие. Вам понятно? Да. И где теперь она? У вас телефон-то ее есть? Так звоните. Он не обслуживается. Лучше, вас попрошу из города никуда не уезжать. Вам придется давать показания. Ань, что там у тебя на ЖД вокзале? У меня ничего. А у вас? На автовокзале тоже ничего. Коля, у тебя что? Ничего пока не вижу. Да она смылась уже. Взяла попутку или такси. Да что угодно. Так, мне нужно ехать домой. Моя дочь в опасности. У Прохора наверняка есть сообщники. Да прекратите вы истерить. Успокойтесь. Да вот же она. Зарегистрировалась на рейс до Петропавловска-Камчатского. Петрова Светлана Григорьевна. Чего сидим? Вперед! Вы с нами. Ты на связи. Хорошо. Детективы приехали в аэропорт, чтобы успеть снять Светлану Петрову с рейса. Это он. Давай сон. Алло. Да, это автосервис. Дальнобойщик, который член у нас машину, забыл телефон. Да, уже уехал. Очень торопился. Классно врешь. Вам это даром с рук не сойдет. Вы даже не представляете, с кем связались. У моего мужа знаете, какие связи? Что? Сделаешь еще хоть шаг. Шею сверну. Дамочка, давайте в сумку. Садитесь в машину. Нам будет о чем поговорить. Деньги обманутых вкладчиков? Часть. Остальные этот козел Прохоров успел перевезти за границу. Десять лет вместе он меня кинуть решил. Обходительный был в последнее время. Все интересовался, где квартиру купить, как вещи отправить. А вы хотели уехать из Москвы? Да. Надо было исчезнуть. Купили квартиру в Ростове. А кейс? А кейс с наличкой акциями и векселями на предъявителя. Он втайне от меня решил перевезти в другое место. Он кинуть меня решил. Но не на ту нарвался. А в полицию он бы все равно не обратился. Как же вы узнали о его планах? А я разговор подслушала. На фуре твоей маячок. И я отслеживала его по GPS. А забрать сумку у такого простака – минутное дело. Добрый вечер. Я полотенце принесла. Да, у нас вроде бы есть. Положено принести, я принесла. И убраться надо. Степа, у тебя там есть полотенце? Не знаю, у меня голова намылена. Открой, пожалуйста, я тебе передам. Всего доброго. До свидания. Я заплачу. Любую сумму. Хочешь половину? Верни мне паспорт и билет, и я улечу ближайшим рейсом. Единственный билет, который я могу вам предоставить, не будет стоить вам ни копейки. Этот билет в тюрьму. Бери руки. Ненавижу. Я ненавижу вас. Да прекратите вы истерить. Я ничего не сделала. Меня Прохоров предал. А я любила его. Любила. Олег Прохоров и Светлана Петрова находятся под следствием. Степан благополучно вернулся в Москву к дочери, но перед этим все-таки позвонил Инге. Пятый канал. Это субтитры. Субтитры делал DimaTorzok